После проведения специалистами Евроэнкап краш-тестов кроссовера Volkswagen Touareg 3-го поколения, в результате которых Touareg получил высшую оценку 5 звезд, пресс-служба компании Volkswagen тут же стала рассылать мировым СМИ информацию, что новый Volkswagen Touareg продемонстрировал на краш-тестах высочайшие результаты во всех категориях и является самым безопасным и технически совершенным кроссовером в мире. Однако с этим заявлением не согласились независимые эксперты и журналисты. Проверив детально не общее заключение специалистов Евроэнкап, а каждый протокол по проведенным краш-тестам, независимые эксперты пришли к заключению, что судя по протоколам, новому Touareg с трудом можно поставить 4 звезды, но в реальности же его безопасность не превышает и 3 звезд. В частности, на краш-тесте с фронтальным ударом о препятствии с 40% перекрытием на скорости 64 км в час показатели у третьего поколения Touareg оказались хуже, чем у Touareg первого поколения. При фронтальном ударе о бетонную стену на скорости 50 км в час и боковом ударе на скорости 32 км в час показатели нового Touareg оказались также хуже показателей Touareg первого поколения. В итоге, по результатам трех краш-тестов, новый Touareg не набрал и 4 звезд. Далее, при проверке работы систем активной безопасности, было установлено, что у нового Touareg система автоматического аварийного торможения способна работать не на заявленной скорости 60 км в час, а исключительно на малых скоростях. К примеру, избежать наезда на пешехода Touareg способен только на скорости 16 км в час, а на велосипедиста на скорости 14 км в час. Таким образом, по общей сумме проведенных краш-тестов, но у Touareg по уровню безопасности не дотягивает и до 4 звезд. Ну а то, что специалисты Евро-НК присудили Touareg у высшую оценку безопасности 5 звезд, объяснить весьма просто. Дело в том, что Германия является сегодня кошельком Евросоюза и финансирует все европейские организации, включая и Евро-НК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова